не проповедовать о теме, наверное, она больше нужна. Я ее назвал «Направление моей души». Проповедь называется «Направление моей души». Я когда-то размышлял о ней, она мне очень в сердце так положилась, эта проповедь, это слово, потому что я никогда об этом так не думал. Начну свое слово с того, что нам, как христианам, нельзя идти на поводу все, что мы думаем, на поводу нашего разума, все, что мы хотим, на поводу нашей воли, и все, что мы чувствуем, это наши эмоции. Я встречал множество людей, я думаю, что вы тоже, когда мы уверовали, мы в начале своего пути в ревности Божией мы ищем откровения, мы не слушаем то, что говорит нам плотской разум, но потом все так тихо, мирно, в кавычках, успокаивается, и мы начинаем принимать решение жить на основании того, что мы думаем, на основании того, что мы хотим, и на основании того, что мы чувствуем. Но Библия против такого состояния, и если мы будем жить так, как я сказал, то мы просто будем следовать за нашим душевным человеком или за обычной душой, который у нас есть, а не за Божьим Духом, который влияет на наш рожденный Дух. Пример маленьких детей. Вы знаете, за какими чувствами и эмоциями они идут? Ты иногда останавливаешь маленького ребенка, своего или другого, и ты понимаешь, что он не способен преодолеть на данный момент свои чувства и эмоции. Вы согласны со мной или нет? Ну то есть ты его останавливаешь, он маленький, а ему не важно, что ты ему говоришь. У него есть желание внутреннее, энергия, вот все, что он задумал, и эти чувства. И ты понимаешь, ну что, ребенок пройдет со временем, да пусть бегает. Ну, наверное, на данный момент мы считаем, что ему в этом плане бесполезно пока говорить, хотя можно. Он двигается своей внутренней жизнью, эмоциями, чувствами, своей волей, вот такими решениями, которые есть. И Писание говорит, что мы не должны так жить. Иоанна, Евангелие, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, Иисус говорит о себе, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Очень много вы слышали по поводу этого местописания комментариев. Ну, большая часть того, что я слышал, это когда во время приношения финансов говорит, что мы будем жить с избытком. То есть у нас будет все. Я согласен с этим. Помните, я говорил, что если мне кто-то 50 тысяч долларов пожертвует, я приму. Я согласен с этим, но это место говорит о другом. Это местописание говорит жизнь с избытком. Это послушание Богу, исследование в направлении Божьего пути. Я бы так охарактеризовал. Христос оживил наш дух. Он у нас был. Когда мы говорим мертвый, мы аллегорию приносим. Мы не жили без духа. У нас был дух. Дух, душа и тело. Но мы не жили, Библия говорит, а мы существовали, потому что мы были направлены и привязаны очень сильно к нашей душе. А это наши желания, наши мысли, наши чувства, так охарактеризовывает Библия этот процесс. Вот, когда мы становимся верующими, почему мы идем наперекос в судьбе? Потому что мы принимаем решения на основании того, чего мы не хотим и не чувствуем, очень часто вопреки этому мы идем. Мы как бы идем против течения. Светский человек, что-то случается в его жизни, как он двигается в жизни? Он начинает перерабатывать информацию, он начинает искать пути в разуме, как компьютер. Кто-то впадает в чувства, в эмоции. Больше всего это бывает с женщинами, меньше всего это бывает с мужчинами. И мы принимаем решения на основании вот этих вещей. Я вот уже третий или четвертый раз повторяю. Но христиане, когда мы следуем за Богом, мы отворачиваемся от этого пути, по крайней мере, мы должны отворачиваться от этого пути, чтобы следовать другим принципам. Не впадать в эмоции, чувства и разум. Хотя все это присутствует, но только в отношении водительства Божьего в нашей жизни. Правильно принимать решение, как Бог думает, а как Бог думает, а Он написал об этом в слове, как Бог хочет и как Бог чувствует. Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Вас должны быть те же чувствования». Русский перевод синодальный не очень ярко выражает слово «чувствования», какие во Христе Иисусе. Если вы откроете множество переводов и возьмете древнегреческий манускрипт, а он был написан на греческом языке, везде будет написано «Вас должны быть те же мысли, какие были во Христе Иисусе». То есть о мышлении речь идет не о чувствах, вот, ну, наших телесных. Другой перевод. «Ваш образ мысли должен быть таким же, как образ мысли Иисуса Христа. Рассуждайте и поступайте так, как Христос». Смотрите, что нам дает направление Библия? Когда что-то происходит в нашей жизни, это сложно на самом начале этапе учебы, переформировать свое направление. То есть мы были так, а сейчас мы так. То есть другое направление переформировать. Библия называет этот процесс неоднократно, обновление ума вашего. В этом задействована очень сильно наша душа, которая очень страшится, боится, является некой марионеткой в нашей сфере жизни. Душа наша, она отчасти очень сильно эгоистична. Почему? Потому что душевный человек эгоистичный. Мы пришли в этот мир с духом, который был не способен воспринимать духовные вещи. Никак. И наша душа должна преображаться в течение христианской жизни. У неспасенных людей все понятно, мы говорили. Все их познание основано на чем? На их интеллекте. Все познание, любое направление в жизни у неверующего человека настроено на его интеллекте. Чем выше интеллект, тем чем человеку кажется, что он поступает очень правильно и мудро. Ну, вы согласны со мной вот в этом утверждении? Ну, люди неверующие, они бывают очень мудрые люди, но они направлены только по отношению своего интеллекта. Наш разум, чтобы вы понимали, это очень большой компьютер. Я не знаю, как ты, но я наблюдал за своей жизнью, как я мыслю, откуда вот что-то приходит в мою жизнь, как это взялось. Мне очень нравится заглядывать в себя и делать определенные какие-то резюме, почему это происходит. Наш разум очень большой компьютер. В нашем разуме на самом деле хранится очень большая информация, абсолютно все. Знаете, что хранится? Все, что мы до покаяния слышали, видели, переживали или не так? Конечно же так. У нас это все в базе данных, вот такой база данных, base или data base называется по-английски, data. У нас очень большая data. И вот это все находится в моем подсознании. Я не хочу сегодня много философствовать, общими вещами просто я говорю. В подсознании все это находится. Все, что я видел, слышал, переживал. У вас были какие-то такие картины в вашем разуме, чувствах прежнего образа жизни? У меня были, я не знаю, как у тебя. Брат Петр говорит, даже запахи приходили. Даже запахи. Из детства. Жареной колбасы. И когда мы, друзья, мы так устроены, и когда мы хотим что-то вспомнить, у нас автоматом многие вещи переводятся. Я потом подведу, к чему я это все. Наш разум все это переводит в подсознание. Он как бы берет, вот знаете, как с полок все это. Иногда мы что-то видим и думаем, что мы уже здесь были, а это просто похожая вещь. Знаете, вот интересная вещь. Иногда можно познакомиться с человеком, которого вы вообще не знаете, но сразу его не взлюбить. Вот человек еще не знает его раз, а потому что он похож хоть немного, был на того человека, который когда-то сделал этому человеку больно. И наше подсознание приносит нам в нашей памяти, где-то это на уровне подсознания. Мы понимаем, что этот человек ничего нам не сделал злого. Но все-таки. Или же наоборот. Человек очень сильно расположен лицом к нам, и мы ассоциацию имеем в нашем подсознании, что когда-то подобный человек был приятен для нас. Ну и так далее. Можно сказать, что мне что-то не нравится или нравится на основании того, что у меня было в прошлом. Потому что база огромная. Мы живем, она формируется и пополняется постоянно. Мы так устроены. Давид говорит, мы очень дивно устроены. И когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, а стрессов у нас вот так. Мы попадаем в стрессовую ситуацию, как и любой человек, наш разум спрашивает как бы нас, а было ли что-то у меня похожее? Это, знаете, автоматом происходит. Мы не задаем эти вопросы. И разум или подсознание предлагает нам сразу, как отреагировать на эту ситуацию. В Библии это называется твердыней. Когда мы решаем что-то сделать, и мы это делаем на основании того, что мы делали это всегда в жизни. И это неправильно. Это Библия называет твердыня. Она не дает нам пройти куда-то дальше в обновлении нашего ума. Конечно, я говорю общими фразами, не медицинскими, не вникая в эти вещи, общие, то, что я видел в жизни. Есть твердыня похоти, есть твердыня гнева, есть твердыня гордости, неуверенности, блуда и прочих, и прочих, и прочих вещей. Так действуют на любого человека, особенно на христианина, разные зависимости, которые были в нашей жизни. Например, человек попадает в стрессовую ситуацию, в нем сразу же подсознание подсказывает, иди возьми бутылочку в ликер-стор. Слушай, сразу стресс снимешь. И часть людей, слава богу, небольшая, они идут и делают то, что всплывает в прошлой жизни. Вот та твердыня, которая есть, потому что он всегда так снимал стресс. Подсознание зафиксировало у человека, что стресс снимается небольшим количеством алкоголя. Когда он приходит в христианство, если он не преодолевает и не понимает процесса жизни, что христианство это другое, в другую сторону направления, он попадает в эту сферу. Я служил масса людям, особенно братьям и сестрам тоже, в России, которые говорили, пастор, я не знаю, почему у меня это случается. Я не хочу этого, мне стыдно. Но каждый раз, когда приходит ко мне стресс, у меня автоматически решается проблема. И я говорю человеку, это твердыня в твоей жизни, ты должен ее разбить. Потому что всегда в подобных ситуациях человек раньше выпивал. Нужно пребывать в Божьем Слове, потому что со временем мой разум будет спрашивать однозначно меня, было ли у меня это раньше. Нам нужна привычка и навык, чтобы продвинуться в этом вопросе только в другой стране. Я не сильно умно говорю. Другими словами, нам нужно породить, потому что мы в нового человека вошли. Нам нужно порождать и учиться новую жизнь и нового человека. Возможно, для кого-то это новое, но это нужная и практическая сфера жизни. Нужно пребывать в Божьем Слове, чтобы оно давало тебе выход из разных ситуаций. И это стало, давайте так скажем, хорошей твердыней, основанием для поступков и решений в последующей жизни. Аминь. Да, это было, я могу себе говорить, но я буду поступать по-другому. Я буду молиться и попрошу других, и обращусь к Слову. Я отвергну старое мышление и не спровергну эту твердунью, и не пойду по пути старых решений. Вот такой направленности греховной. Нам нужно перестать верить лжи и начать верить истине, потому что это ложь, которая была к нам насаждена от самого рождения человека. Это ложь, это не истина, что нужно так выходить из данной ситуации. Смотрите, что написано 1 Коринфянам 15 глава 45-46. Первый человек Адам стал душою живущую. Послушайте внимательно. Первый Адам в Едемском саду стал душою живущую. Просто душа. Второй Адам или последний есть дух животворящий. Для чего это пишет нам Павел? Дальше он продолжает. Не духовное прежде, а душевное, потом духовное. До покаяния и рождения от Бога мы были руководимы нашей душой. Это первичное наше состояние. Но Павел ведет нас к кому? К духу животворящему, а не к душе живущую. Аминь. У нас есть два направления. Дух животворящий, это Господь, это Святой Дух, душа живущая. Вот почему часть верующих людей выбирает путь души живущей. Вроде бы ничего плохого в этом нет, но в нем не решаются проблемы. Мы остаемся в наших твердынях. Во многих, во многих и сферах нашей жизни. Иакова 1, 21. Отложите всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово. Задаю вопрос, для чего? Для чего его нужно принимать? Могущее спасти ваши души. Другие переводы говорят, могущее спасти ваши души и обновить их, и направить их в другое направление. Примите насаждаемое слово, оно сможет спасти наши души. Аллилуйя. Это очень незаметный процесс, который часть христиан не замечает. Совсем никак. Я понимаю, что есть разные зрелости. В христиан все один приходят, он говорит, аллилуйя, поют песни, для него Бог далеко в небесах живет. Он живет простой жизнью. Он не замечает происходящих процессов в его разуме, в воле и в чувствах. Он просто не обращает на это внимания. Но это важная вещь. От этого будет зависеть все наши последующие решения. Если мы много находимся в интернете, в новостных событиях, и мы не понимаем происходящего, и совсем мало уделяем Библии времени, мы не будем удивляться, почему мы слабы так в искушениях. Слабы в искушениях. Давид разговаривает со своей душой. Он говорит две вещи своей душе. Представляете? То есть, что такое? С кем он разговаривает? Он разговаривает как бы со своими, со своей волей, эмоциями, чувствами. Он говорит две вещи. Он говорит, чтобы она не унывала и успокоилась. Не унывала и успокоилась. Давайте это скажем. Не унывать и успокоиться. Не унывать и успокоиться, это значит следовать по пути Божьему. Унывать и беспокоиться, впадать в прошлую жизнь. Душа живущая. Поэтому в Псалме 41, 6 стихом, он знаменитый такой гимн воспевает. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? И мало того, что он ее успокаивает, он направление ей дает. Уповай на Бога, потому что еще буду славить спасителя моего. Псалом 130, 2 стих. Очень интересное место Писания. Не смирял ли и не успокаивал ли души моей? Смотрите, он говорит, что с душой можно работать, чтобы она не унывала, чтобы она успокаивалась. И еще он здесь называет, чтобы она не смущалась и смирялась. Уповай на Бога. А дальше он говорит, не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как ребенок, отнятый от груди матери. Душа моя была во мне, как ребенок, отнятый от груди. Вы посмотрите, как Дух Святой позволил Давиду рассказать нам кое-что о нашей душе. Вы же все прекрасно понимаете реакцию ребенка, которого забирают от груди. Я помню, дети, моя младшая сестра, там эти соски давали, от груди отнимали. Ребенок плачет. Кто-то день, кто-то два часа, кто-то три дня, кто-то неделю за мамой бегает, потому что привык к груди матери. Почему отнимают ребенка от груди матери? Зададим вопрос. Чтобы перевести его на другую пищу. Аминь. Чтобы перевести ребенка на другую пищу. И Давид берет этот случай и говорит, давайте это применим к нашей душе. Первое Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. И Евреям 5, 12. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Моя душа и твоя душа обязаны перейти на твердую пищу. Давид говорит, что моя его душа и моя, когда отнимается от груди, вот от старого образа жизни, она плачет и капризничает. Моя душа плачет и капризничает. Не хочет идти в другое направление. Не хочет поступать по-другому. Не хочет мыслить по Слову Божию. Она плачет какое-то время. Вы понимаете, что я говорю аллегориями? Как ребенок плачет, так же и мы, попадая в ситуацию, где нужно принимать решение на основании Божьего Слова. Наша душа капризничает и не хочет поступать так. Давид очень яркий пример нарисовал нам. Почему? Потому что у ребенка забирают единственный источник питания. Другого он пока не знает и не видел. Поэтому, когда мы начинаем путь в этом отношении, о чем мы говорим, приходим к Богу, начинаем формироваться как личность в Боге, наша душа не знает другой пищи. Поэтому ей тяжело в самом начале поступать по Божьему Слову. Не удивляйтесь. Я вообще не верю проповедникам, которые консультируют и говорят, доверься Богу действуй. Я знаю, что это больно. Я с человеком встречаюсь и говорю, я знаю, что тебе будет больно в этом направлении. Но ты должен поработать, поплакать чуть-чуть, покапризничать, но все равно перетерпеть этот момент и войти в другое направление жизни, чтобы жить не душою живущую, а духом животворящим. Аминь. Очень интересные мысли Давида. Наша душа в наших эгоистичных мыслях, желаниях, чувствах просто должна умереть в этом направлении. Евреям 4.12 Ибо Слово Божье живо и действенно. Оно острее всякого меча, обоюдоострого. Слово Божье проникает, и здесь внимание, куда оно проникает. Оно разделяет душу и дух, составы и мозги, судит помышления наш разум и намерения сердечные, воли и эмоции. Вот лекарство для исцеления, обновления и спасения нашей души. Слово Божье разделяет душу живущую от духа животворящего. Слово Божье отделяет то, что мы считаем правильным, от того, что Бог считает правильным. Аминь. Вот что интересно. Слово Божье просто разделяет и показывает человеку, вот правильный путь. Я, как Господь, считаю это правильным, Бог говорит. Евреям 4.13. «Ничто во всем творении не сокрыто от него, перед ним все обнажено, и глаза его видят все, ему дадим отчет». Божье Слово, оно исполнено энергией. Оно реально подобно мечу. Он беспрепятственно может проникать в человеческое сердце и разум. И оно настолько может достигнуть глубины сердца, куда не доходит больше никто. Нам Бог показывает истинное наше состояние через Слово. Оно проникает в самые укромные уголочки нашего существа, если мы обращаемся к Слову Божьему. Знаете, о чем это говорит? «Что Бог использует свое Слово, чтобы достичь упрямого и непокорного человеческого сердца, потому что знает, как оно нуждается в Слове Божьем». Аллилуйя. Вы знаете, когда врач проникает очень глубоко куда-то в органы наши, врач знает, что это полезно. Он там раздвинет определенные вещи. Мне делали операцию, мне легировали вены пищевода, мне ставили кольца внутри. Меня усыпляли, эндоскоп туда заходил, и потом я мог видеть свое видео операции. Сейчас в любой операции ты можешь запросить свое видео. Я думаю, так везде. И очень интересно, я бы никогда не увидел, как проходит операция. Эндоскоп заходит, омывается водой, раздвигаются вены, делается латексное кольцо, отрезается вот это вот, чтобы кровотечения не было. Я просто, я смотрю произведение искусств. Я думаю, вот врач, а там, казалось, да, трубку закинул. Вот Бог пользуется инструментами, чтобы Божьим Словом зайти внутрь человека, разделить вот эти душевные твердыни, освободить нас от них, чтобы мы яркой вспышкой увидели Духа Животворящего. Аллилуйя! Очень интересное слово, которое Бог посылает в нашу жизнь. Но мы, вы знаете, никто не может скрыться, как я сказал. Мы боимся, как тот маленький ребенок, оставить старые вещи. Отчасти это как бы нормально, это же наше естество, мы в этом выросли, мы в этом жили до прихода ко Христу. Мы часто говорим, что нам не нужно умирать, потому что Иисус умер за наши грехи. Сто процентов жди. Если вы хотите пребывать в победе, в реальной победе, в практической жизни, мы должны находиться в Божьем Слове. Мы должны не верить лжи, вот этой душе, живущей, даже не со стороны, а внутренние голоса нашей души. К чему прилеплена моя душа? В каком направлении оно идет? Ее нужно перенаправить, братья и сестры. И так в любом вопросе, к тебе приходит любое известие, любая ситуация, любое обстоятельство. Постарайся в этот момент сконцентрироваться и направить свою душу на Божье Слово, на его пути, или она сомнет тебя, эта душа. Вот почему многие люди, многие, не люблю это слово, часть людей попадают в стресс и не могут выйти. Почему? Мы же знаем, что и в христианстве много депрессивности, много страхов. Почему? Не потому, что люди плохие, потому что человек застрял, он не смог, он капризничал, плакал и так и не пошел вот на этот новый мост, на новую дорогу. Следуй за Духом Животворящим, и ты пройдешь все. Аминь. Помолимся, у нас еще будет причастие Господне. Отец неба и земли, благодарный Тебе. О, Господи, славим Тебя за то, что Твое Слово, оно ведет нас через все лабиринты жизни, Господь. Оно указывает нам направление, Дух Святой изъясняет нам, Боже, как мы должны жить, показывая направление и благословенный путь. Аллилуйя! Господь, благодарный Тебе за то, что Ты посылаешь всегда Своё Слово вовремя в наши души. Господь и направляешь на путь Духа Животворящего, на второго Адама, ибо мы находимся в Нем. Иисус, помоги нам дальше по этой жизни практиковать наши действия. В практической христианской жизни, Господи, как бы наша душа не плакала, не капризничала, как будто её отняли от груди матери, но чтобы мы начали питаться твердой духовной пищей и были верны Тебе до конца Твоему Слову, Твоим мыслям и Твоим путям. Во имя Иисуса, Господи, Боже, даруй нам сегодня дерзновение просто по вере принимать это причастие Господне. Боже, этот путь победы, который сотворил Иисус. Люди не поняли Его по пути логики, это было неправильно, когда Он умер. Но в Боге есть путь Духа Животворящего, путь другой, победы и благословения для каждого ищущего, и кто нашёл Тебя, Господь Христос. Благослови наши сердца в это утро. Вся слава и хвала Тебе. Аминь. Поздадим Господу славу.